Добро пожаловать в инфосферу. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Форсаж, Хоббс и Шоу. Превосходный спецагент, боец и стрелок Люк Хоббс вынужден объединиться со своим старым врагом, опаснейшим преступником Декардом Шоу, чтобы противостоять общему противнику. Агенты АНКЛ. Наполеон Соло, агент ЦРУ, на счету которого огромное количество успешно проведенных операций. Он считается одним из лучших секретных агентов во всем мире, и с ним может сравниться только один человек, самый молодой и перспективный агент КГБ, Илья Курякин. Их противостояние переросло в настоящую войну, в которую никто не собирается уступать. Однако обстоятельства складываются так, что непримиримые враги вынуждены стать напарниками. Это происходит после того, как спецслужбы двух стран обнаруживают международную преступную организацию, которой удалось создать ядерную бомбу. Кингсман. Секретная служба. Экси – молодой парень, который прошел службу в морской пехоте и имеет очень высокий уровень интеллекта. Он мог бы добиться многого, но выбрал другой путь и стал мелким преступником. Однажды он знакомится с Гарри Хартом, которому его отец когда-то спас жизнь. Этот человек решил сделать все возможное, чтобы сделать жизнь Экси лучше и открыть для него новые возможности. Гарри рассказал ему, что является агентом секретной независимой организации, которая стоит на защите всего мира. Он предложил парню пройти обучение и стать новым членом их команды. Экси принял предложение Харта, но сможет ли он справиться со всеми испытаниями и оправдать его надежды? Агент Джонни Инглиш 3.0. Когда все агенты секретной службы Ее Величества внезапно выходят из строя, в игру вступает запасной вариант. Образец английского стиля и любимый цирковых красоток. Король безвыходных ситуаций и хранитель аналоговых традиций в цифровом мире. Агент Джонни Инглиш более гордость британской разведки. Этому парню есть что сболтать, и он сболтает не по-детски. Люди в черном. Интернешнл. Люди в черном, тайная организация на страже покоя и безопасности Земли, уже не раз защищали нас от нападения отбросов вселенной. На этот раз, самая большая опасность для мирового сообщества, которой агентам предстоит противостоять, шпион в их рядах. Ким 5 с плюсом. Ким совмещает школьную жизнь со шпионским делом. Люди в черном 3. Агент Джей узнает, что никакого защитного галактического щита, способного отразить и наземный удар, не существует. Агент Кей не построил его, потому что был убит в 1969 году. Агент Джей должен совершить путешествие во времени, чтобы спасти Землю и жизнь напарника. Люди в черном 2. Много лет назад лучший агент организации Люди в черном, Кей, получил задание особой важности. Ему получили надежно спрятать таинственный космический артефакт, Светоч. Проходит 25 лет, и на Землю прилетает уничтожительница миров, Серлина. Приняв образ сексапильной фотомодели, она начала поиски Светоча. Чтобы не дать ни единого шанса Серлине, артефакт нужно отыскать раньше нее. Но есть одна проблема. После того, как агенты Кей и Джей уничтожили 4 года назад хищного инопланетного таракана, Кею стерли память. Теперь он мирно трудится в почтовом департаменте. У него нет даже малейшего воспоминания о своем прошлом. И Джею для спасения мира. Во что бы то ни стало, нужно найти способ восстановить его память. Люди в черном Они самый большой секрет Земли. Они работают на неофициальное правительственное агентство, регулирующее деятельность инопланетян на Земле. Они – это лучшая, последняя и единственная линия защиты Земли от отброса Вселенной. Их работа секретна. Их оружие совершенно. Им нет равных. Они не оставляют следов. Они – это люди в черном. Ген Джонни Инглиш. История самого некомпетентного и недалекого британского дипломата, которого только можно представить, которого ошибочно принимают за самого знаменитого и опасного шпиона Великобритании – Джонни Инглиша. Из-за этой путаницы герой оказывается вовлеченным в смертельную схватку с авторами очередного дьявольского плана. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok